Некоммерческих организаций Ростовской области с муниципалитетами, волонтерами и простыми гражданами. И гости нашей студии, члены общественной палаты Ростовской области Ирина Баскакова. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. А также представители некоммерческих организаций Виктория Мусиченко. Здравствуйте, Виктория. Добрый день. Галина Козлова. Здравствуйте, Галина. Добрый день. И Юлия Корченко. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Напоминаю, работаем мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 200, ровно 2519. Если есть вопросы нашим замечательным гостям, звоните, задавайте. Также в WhatsApp у нас имеется 8-938-165-107. Пишите, звоните, будем с вами общаться. Итак, что сегодня в Ростовской области? Как обстоят дела с некоммерческими организациями? Ирина. Ну, наверное, я скажу, потому что в Ростовской области на данный момент зарегистрировано больше 4000 НКО. И, к сожалению, большинство из нас, может быть и к счастью, работает по принципу подвиг спасателя. Да, но необходимо все-таки работать по принципу профессиональная услуга без фанатизма. Легко говорить, но я знаю из опыта, что очень сложно сделать, потому что зачастую НКО решает проблему конкретного человека или группы лиц, которыми с этими проблемами не справились ни государственные органы, ни бизнес-класс, бизнес-сообщество. И здесь, конечно, играет огромную роль взаимодействие между нами всеми, потому что все-таки НКО зачастую они более профессиональны. Они знают информацию о ситуации в некоммерческом секторе изнутри. Они знают, кому помочь. Они знают, как лучше помочь, а оказать эту помощь. И многие НКО занимаются у нас на Донской земле, конечно, социально какими-то проектами, культурно-массовыми мероприятиями занимаются, спортивными. И здесь, конечно, нужна поддержка, потому что зачастую НКО берет на себя роль государства. А этого не должно быть. Они должны работать как партнеры. Конечно, много делается у нас на Дону и вообще сейчас в Российской Федерации по поводу поддержки НКО. Но, однако, знаете, для меня самое главное, наверное, не то, что мы создаем площадки, где НКО зарегистрированы, а необходимы площадки, где будет информация об административных каких-то органах, о бизнес-сообществах, которые помогают НКО. И, конечно, всегда говорю, сделайте налоговые, наше законодательное собрание, пускай бы инициировало налоговые преференции для НКО и для бизнес-сообщества. Потому что, ну извините, с зарплатой НКО, когда платит 30% налога, но это очень сложно, потому что все мы зачастую живем за счет того, что гранты пишем. Как взаимодействуют с общественной палатой Ростовской области НКО? Замечательно взаимодействуем, потому что у нас очень много входит из общественных организаций НКО представителей. И недавно прошел у нас круглый стол, так скажем, по взаимодействию с НКО. Создан Атлас НКО. Я думаю, что вообще по-хорошему нужно это развивать, взаимодействие. И здесь нужна все-таки инициатива НКО. Ну вот вы уже сказали, что некоммерческие организации, в принципе, живут за счет грантов, которые сами пишут. Насколько сложно получать эти гранты? Не только гранты, потому что и спонсоры, и социальные услуги оказывают НКО. Это не так. Но получить гранты, опять нужно все-таки учить представителей НКО писать гранты. Нужно оказывать поддержку в написании, в продвижении этих грантов. Ну, пишем. Получается. Получаем, получаем, выигрываем. И многие мероприятия на Донской земле проводятся за счет грантов. Или регионального, или президентских грантов. Я всегда думала, что представители некоммерческих организаций, они уже такие, как говорится, матерые, да, взрослые женщины, мужчины. А тут приходят молодые девушки. Рассказывайте, как вы вообще решили вообще в это все дело ввязаться-то, Галина? Ну, я, наверное, никогда такого решения не принимала, чтобы что-то ввязаться. Я работаю в Росфонде, это благотворительный фонд, который занимается сбором средств. Вот как раз таки хотелось бы внести некую ясность, что далеко не все фонды существуют за счет грантов. Допустим, наш фонд, он собирает деньги, у нас нет своих денег. А мы обращаемся к людям, и люди перечисляют, да, деньги на лечение конкретных детей. То есть, соответственно, это и бизнесы, и обычные люди, которые откликаются на помощь. Соответственно, есть, да, гранты, да, допустим, но вот гранты есть у нашего фонда, допустим, только на одну программу. Это строительство национального регистра доноров костного мозга. Это вот то, что хотелось бы добавить, потому что все-таки люди принимают огромное участие в работе НКО, именно те, которые помогают, обычные ростовчане, жители области, жители страны. По поводу моей работы, я журналист по профессии, большую часть жизни, да, я проработала более 10 лет в региональных СМИ. Вот, и, соответственно, я пошла работать в Росфонде, потому что это тоже во многом журналистский проект. Мы готовим публикации, через публикации обращаемся к людям, и люди уже откликаются на них, помогают нашим подопечным. Виктория, вам это зачем это? Я начинала волонтером в университете и пришла волонтером в благотворительный фонд Николая Чудотворца, где по сей день и работа уже на протяжении 4-х лет. Но это был, на самом деле, такой хороший, добрый досуг между парами. А сейчас это переросло уже в какую-то свою профессиональную деятельность, от которой я получаю огромное удовольствие. На самом деле мы работаем с такой целевой аудиторией, которая благодарна нам за то, что мы делаем. И я считаю, что это та самая мотивация, ради которой нужно идти в некоммерческий сектор. Так, Юлия? Я не представляю пока НКО, а я представляю здесь атлас НКО, который мы планируем создать. Да, он еще не создан, но мы пока выясняем, какие проблемы есть в отрасли, и поможет ли такая технология, как атлас, их решить. Вообще в форсайтном стратегировании, которое я представляю как раз как участник форсайт-движения, есть три способа перехода из состояния текущего в состояние желаемого образа будущего, который нам, кстати, еще только предстоит создать все вместе. Так вот эти способы, первый — это создать какой-то нормативный акт, второй способ — это форматное взаимодействие, то есть сообщество людей, и третий способ — это технология. Вот созданием сообщества НКО мы сейчас занимаемся, ну, у нас начало получаться, да, мы делаем первые шаги. А для чего это нужно? Для того, чтобы понять, вот опять же, какие проблемы есть в этой отрасли, да, и понять, сможет ли технология, как инструмент, решить эти проблемы. Так, Ирина, вы хотели что-то добавить? Да, я, наверное, скажу, что я представляю тоже НКО, потому что это Всероссийское общество глухих, где мы занимаемся проблемами детей и взрослых, и даже не столько отдельно глухих, а как интеграция, то есть это взаимодействие между слышащими и неслышащими. Здорово, слушайте, вы делаете такую колоссальную работу, вот мы говорили, да, собственно, об отпуске, который, к сожалению, не получается, он вроде как и есть, а его вроде как и нету, а как же можно существовать социально ориентированная некоммерческая организация, если там еще и в отпуск уходить? Конечно, никак не сможет существовать. Вот уже говорили о том, что социальные проекты чаще всего реализуют НКО, что еще? Какие проекты есть? В основном все социальное, да? Все-таки, да, НКО, задача НКО, в принципе, изначально, это решать те проблемы, которые на данный момент по каким-то причинам, отсутствие бюджета или отсутствие законов, отсутствие опыта не может решить государство. То есть должна быть целевая группа обязательно, то есть это не мы с подругой на кухне решили, что всем это очень надо и пошли причинять добро, да, то есть есть такая история иногда, то есть это должна быть целевая группа, которой это действительно нужно, должен быть спрос на это у людей. НКО, в принципе, представляет этих людей, да, оно идет в бизнес, к власти идет, и решает вопросы, которые нужно решить на данном этапе. Поэтому, естественно, это все задачи социальные, ну, исключительно социальные. Любые организации требуют средств. Вот мы уже говорили, гранты, которые пишете, да, говорили помощь, господдержка какая-либо. Что еще? Бизнес. Так, что еще? Ну, собственно говоря, опять-таки, наверное, это все, да, то есть фонды могут быть, в принципе, они могут их создать, может, компания, да, есть примеры, когда компания очень крупная, в Ростовской области, есть замечательные фонды, да, которые так существуют, когда владелец создает свой фонд и выделяет деньги, да, да, то есть бюджетные, да, свои, своего бюджета. Есть фонды, которые собирают деньги, да, это, они это делают разными способами, кто-то через СМИ, кто-то напрямую общается с бизнесом и прочее, 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 да. Есть фонды, которые работают, обращаются, получают гранты государственные. Есть фонды, которые совмещают все эти три стратегии, да, собственно говоря, больше деньги, ну, к сожалению, брать особо неоткуда. Есть еще история про социально ориентированный бизнес, но это немножко другая история. Это когда, да, создается социальный проект, да, но он все-таки коммерческий, просто деньги используются для развития этого же проекта, да, и вкладываются, ну, чтобы людей, туда устроить инвалидов, не знаю, там, да, еще что-то, но это все-таки другая история. Многие организации говорят, что получить господдержку достаточно проблематично. Гранты, господдержка? Совершенно верно. Виктория, так, сталкивались. Да, у нас был опыт как-то написания гранта, причем мы всей командой, наверное, на протяжении нескольких месяцев прописывали тот проект, о котором мы, наверное, мечтали и не один год, но, естественно, у нас, к сожалению, нет такого опыта написания грантов. У нас не проходит как-то школ для некоммерческих организаций, где вам бы сели и прописали бы, на что нужно обратить внимание, каким образом идет экспертное мнение и оценка данной заявки, и мы, к сожалению, данный грант не получили. Но в любом случае, я считаю, что помимо грантовой поддержки у нас есть наше население, которое нас всегда поддерживает, и мы проводим, я считаю, колоссальную работу для привлечения как раз-таки людей к теме благотворительности. Ирина? Ну, здесь опять у нас происходит неполучение информации, то есть, потому что данные мероприятия, где рассказывают о написании грантов, как отчетность подготовить, как сам грант, какие-то мероприятия, чтобы они прошли по грантовым конкурсам, они проводятся. Просто, мне кажется, опять здесь нехватка информированности населения и НКО конкретно, потому что все-таки такие мероприятия проводит и общественная палата, и правительство Ростовской области, и приезжают представители из президентских фондов, поэтому не могу сказать, что это не проводится, просто здесь отсутствие информации. Ну вот, вы раз пришли уже к информации, во многих регионах нашей страны жалуются, что нет взаимодействия некоммерческих организаций и средств массовой информации. Да. Ну, наверное, я возьму слово и скажу спасибо огромнейшим всем журналистам Ростовской области. У нас замечательная коллегия, у нас на самом деле сообщество журналистов, которые, в принципе, не только совершенно бесплатно размещают информацию, они также сами участвуют в благотворительных акциях, они сами жертвуют средства. То есть это удивительные люди. И я ни разу за три года, у нас очень много партнеров в СМИ у нас выходят, сюжеты у нас выходят на радио, у нас поддержка в печатных СМИ, в электронных крупнейших СМИ. Я ни разу не услышала, нет ни от одного коллеги. То есть у нас вот с этим вопросов в Ростове нет никаких. Ирина. Даже вот я скажу от своего НКО, нам звонят и спрашивают, а что у вас в ближайшее время будет, мы про вас напишем. Поэтому я думаю, что в Ростовской области все-таки такого нет, чтобы мы не взаимодействовали со СМИ. Здорово, потому что я когда к эфиру готовилась, смотрю, там в разных областях, вот, некоммерческие организации никто не знает, нам никто не помогает, про нас никто ничего не говорит. Думаю, как же что в Ростовской области я стояла. Да, Юля. Я бы хотела добавить еще вот какую историю. Есть федеральный закон о рекламе, который обязывает 5% площадей выделять под социальную рекламу. К сожалению, в самом федеральном законе не прописан механизм, как это делать. Вот, и, соответственно, многие НКО знают, что такая возможность есть, но как ей воспользоваться, непонятно. Вот Глена Анатольевна провела расследование по этому поводу. Журналистское. Журналистское. И выяснила, что не хватает, в общем-то, подзаконного акта, который бы регулировал как раз порядок реализации этой нормы, предусмотренной федеральным законом. Расскажете еще? Да, ну, просто есть пример Москвы, пример Питера, где просто на региональном уровне, так как федеральный закон действительно он обязывает выделять, но как рекламная, ну вот площадка сама, да, допустим, это наружная реклама или это СМИ, как они должны встретиться с НКО и на каких условиях отдавать им эту площадку, нигде не прописано. Поэтому вот в наших двух столицах на региональном уровне был принят закон, который все это регулирует. То есть там все очень понятно, ты подаешь заявку, она должна соответствовать определенным требованиям, которые тоже четко прописаны. Комиссия рассматривает, а если все в порядке, тебе выделяются площади под рекламные носители какие-то, да, и всем очень удобно, да, здесь. Вот, вот, очень бы хотелось, да, чтобы такой механизм появлялся. Это вот к Ирине вопрос сразу. Как это сделать, Ирина? Ну, инициировать, наверное, обращаться, наверное, все-таки можно на общественную палату, а потом уже мы будем работать дальше. Я хотела бы добавить, что принятие такого закона позволит, ну, подзаконного акта, да, именно в Ростовской области позволит, ну, улучшить, да, взаимодействие с бизнесом. Потому что для бизнеса, ну, зачем вообще бизнес помогает НКО, да? Он может помогать по трем причинам. Во-первых, там бизнес, прежде всего, это люди, руководитель это человек со своими ценностями и, там, помогает другим, это наша базовая прошивка. Кроме того, это еще одна из стратегий стать счастливее, разработанных гарвардскими учеными. Так что, если вдруг чувствуете себя плохо, то один из вариантов, что можно сделать, пойти помочь тому, кому еще хуже. Вот, а второй момент, бизнес – это клиенты. Когда вы покупаете, ну, мы покупаем, да, иногда, а в McDonald's какую-нибудь еду, мы понимаем, что, ну, там она не очень может быть, там, нам полезна, да, для здоровья. Но там написано, что мы помогаем детям, ну, на этикетке, да, и мы вроде как чувствуем себя, ну, как-то лучше, да, в этой ситуации. А третье, ну, в третьих, да, это бизнес, это сотрудники, которые тоже люди, да, и расскажу одну историю. Есть, ну, небольшая IT-компания, директор которой каждый месяц выделял по 10 тысяч НКО, которая помогает больным детям. И тут случился Новый год, сотрудники решили, что не хотят корпоратив в стиле Гарри Поттера. Директор договорился с этим НКО на проведение этого корпоратива, потому что у НКО есть еще компетенция по организации праздников. Вот, и выходит девушка на сцену, говорит, там, здравствуйте, а знаете ли вы, что вы настоящие волшебники, такие же, как Гарри Поттер? Потому что уже там целых два года вы помогаете детям, и сделали то-то, то-то и то-то. Девушки захлюпали носами, да, мужчины начали активно разглядывать свои ботинки. Так вот, эта история помогает еще созданию чар-бренда, который в IT-отрасли очень важен. Вау. Да, Галина. Да, кстати, есть опять-таки компании, тоже они связаны со сферой IT в Ростовской области. Там инициатива руководства, также у них заложена в бюджет, ну, определенная сумма, которую они выделяют на благотворительность. А, и опять-таки, сотрудники этой компании также в какой-то момент присоединились к благотворительности, и это уже корпоративная культура. То есть у них есть столовая, там стоит холодильник, ну, где бы еще, да, распространять информацию. И на холодильнике висят вот такие магнитиками прикрепленные листовки, что, а мы помогли такому-то, такому-то ребенку. Или сейчас там мы для детского дома собираем там подгузники, да, там, вот мы отвезли подгузники, вот получили благодарственное письмо. Это все, во-первых, дает лояльность к руководству, и более теплую атмосферу в коллективе создает, помогает проходить все кризисные этапы и развиваться дальше. Да, Дарина. Знаете, у меня тоже был недавно, в прошлом году случай, когда к нам обратилась организация и говорит, мы выделим деньги, дайте нам поделки детей-инвалидов. То есть, понимаете, как, и когда мы детям закупали на эти деньги, потому что это школа-интернат, дополнительный материал, чтобы они могли изготавливать что-то своими руками, какой у них был подъем. То есть, я всегда говорю, не деньги, наверное, главное, а главное, что ребенок почувствовал себя, что он нужен, и его работа, его труд, он востребован, и он вырастет, тогда будет, я считаю, что это очень большая реабилитация для ребенка. Вот, знаете, нужность, она каждому нужна. Это да, это главное. Да, Виктория? У нас тоже есть замечательный такой пример. На протяжении 10 лет наш фонд поддерживает тоже одна крупная компания, и их сотрудники, а их около 300 человек, ежегодно приобретают подарки для детей-сирот из детских домов. И вот дети пишут письма, их привозят нам, и каждый сотрудник выбирает себе письмо ребенка, для которого он купит этот подарок. И самое интересное, что это не инициатива фонда, это инициатива тех самых сотрудников, которые хотят помочь. Это очень здорово. Совсем мало времени остается до конца эфира. Виктория, самая проблема, какая есть проблема в НКО, что нужно сделать, чего не хватает? Можно я скажу? На самом деле, мне кажется, что Ростов сейчас, ну, только вот, культура благотворительности в Ростове только начинает набирать оборот. И, как мы говорили вначале, самая большая проблема, что жители города не знают, как помочь и каким образом. То есть, ну, есть, например, там, мамочка, да, у которой там остались вещи детские, и она даже не знает, куда их помочь, куда кому их отдать. Поэтому у нас есть такая очень большая программа, называется она «Добрый Ростов», где мы рассказываем людям о благотворительных организациях нашего города и области, рассказываем, где они находятся, какими проектами они занимаются, как к ним прийти и помочь. Поэтому я приглашаю вас тоже присоединиться к нашему такому проекту, и мы найдем тех людей. И мы как раз-таки станем тем инструментом помощи и вас направим к тем людям, которые нуждаются в данной помощи. Ну что ж, спасибо огромное, что пришли, рассказали, поделились вообще своим опытом. Но, знаете, все-таки не могу не задать вопрос, есть еще одна категория людей, которая участвует в этих некоммерческих организациях, это волонтеры. Как обстоят дела вот с этим направлением, работая с волонтерами? Я считаю, что очень хорошо. У нас есть как и серебряные волонтеры, как и волонтеры-студенты, волонтеры-школьники. И это какое-то сообщество, и в университетах существуют, которые точно так же к нам приходят на массовые мероприятия и помогают. Есть волонтеры IT, которые помогают нам продвигать наши сайты и делают макеты для наших мероприятий. Я считаю, что волонтеры и вообще добровольчество у нас сейчас набирает обороты. И я считаю, что, наверное, без их участия мы бы не делали такое большое количество добрых дел. Да, Юлия. Я бы хотела добавить, что как раз вот наша идея по созданию Атласа НКО, она предполагает вот такое объединение всех, бизнеса НКО, волонтеров, активных граждан, кто готов, хотел бы, да, чем-то помочь, но не знает, чем. Ну и мы надеемся, что вот Атлас НКО станет такой площадкой, где все смогут причинять друг другу добро по запросу. Ваше пожелание тем, кто, может быть, еще не определился с тем, чем заниматься, какое направление, например, в некоммерческой организации, да, выбрать для себя? Галина. Ну, я повторюсь, наверное, выбирать направление нужно, если вы хотите быть сотрудником НКО, да, то есть заниматься этой деятельностью, нужно не с потолка, а когда ты видишь действительно какую-то проблему. Вот ты столкнулся с проблемой, она должна быть реальная, она должна быть понятна тебе, и тогда уже можно этим заниматься. А абстрактно говорить про такие вещи совершенно нельзя. То есть это должен быть личный опыт все-таки какой-то. Да, Ирина. Ну, со своего опыта сразу скажу, что случайных и чужих людей в НКО просто нет, они не выживают. Виктория. Я хотела бы сказать, что не нужно изобретать велосипед, а сейчас у нас работает эффективно очень много хороших организаций, общественных, благотворительных, поэтому если у кого-то появилось желание присоединиться или сделать что-то доброе, и у вас есть какой-то замечательный проект, приходите к нам с вашими инициативами, мы будем очень рады их поддержать и рады новым людям. Юлия. А я хотела бы добавить, что средний взнос, который делают активные граждане пожертвования на благотворительность, в среднем 500 рублей. Некоторые люди на 500 рублей живут в день? То есть это достаточно приличное сомнение? И за последний год на самом деле этот средний взнос, он немного сократился, то есть он был, по-моему, ну я сейчас в цифрах могу ошибиться, 598 стал 498, ну как-то так, да. То есть я к тому, что если хочется помочь, но там нет времени или там возможности, можно просто перечислить, условно говоря, там не знаю, 100 рублей, это уже принесет пользу. Даже на 100 рублей, когда они там каждый месяц, гарантированно можно принести пользу. Вот, хотя бы с этого можете. Можно даже меньше минимального пожертвования, но меньше рубля. Спасибо вам за вашу беседу, за вашу нелегкую работу. И, напоминаю, говорили мы сегодня о взаимодействии коммерческих организаций региона с муниципалитетами, волонтерами и простыми гражданами. И гости нашей студии, член общественной палаты Ростовской области Ирина Баскакова, представители НКО Виктория Мусиченко, Галина Козлова и Юлия Корченко. Еще раз услышать это интервью вы сможете сегодня вечером с 6 до 7. На этом я, Инна Билан, с вами не прощаюсь. Далее, проект «На звездной волне» и в гостях у нас автор-исполнитель, певец, композитор и поэт Евгений Рос. Услышимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!